ну что только что выпустили новый видос какой-то вы мне все уши про него прожужжали уже давайте посмотрим все вместе между прочим в группе вконтакте есть этот видоса поступайте привет меня зовут дей козак и я придумываю хардстоун какой отвратительный цвет субтитров нихера не видно можно поменять это стоп 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 а можно сменить фон и у меня глаза ломаются как можно было белый текст на желтом фоне как сменить цвет ребята это просто жесть я щас умру какой поменять вот говно а как-то сделать ребят шестеренка ночью шестеренка стоит еще сейчас верну аннотации субтитры русские параметры цвет фона желтым какой нам добровым синий попробуем ну да так получше помереть можно за пять минут ролика ох ребята если даже вы не играете в воду варкрафт обязательно обязательно посмотрите cinematic найдите зайдите на youtube и напишите там воду варкрафт личкинг cinematic это лучший cinematic игровой за всю историю игр самый охеренный снимать и причем русские локализаторы настолько шикарного перевели я не знаю по моему чем в оригинале было сын мой в день когда ты родился сами лица лордерона прошептали это имя бэн они зашли с заднего двора как обычно они это делают начинается столом 3 3 и и и и и Он говорит о своих кардах, и он смеет весом твоей деке, и он говорит о крафтинге миньонов с пустой, и он просто... действительно хорош в Hearthstone. Ты играешь кардами, так как мой папа рулял его правду. Одна из хороших вещей о этой экспансии, что после проживания всех его тенденцев и тормозов, ты можешь бороться к Лич-Кругу самому на уровне Ice-Crown Citadel. В эпидемиологическом эпидемии, когда выиграли боссы. Что за это? Все, что вообще теоретически убивается, будет убито, не паритесь, ребята, это вопрос не сдачи оппонента и твой угол фиша. Че? Че он делает? Лол. А, так это же халява, это же криш в победе, отдавать ему говно существ. Я не думаю, что это будет очень сложно, это вопрос попыток и гол фиша. Ну, не че так симпатично. Так, ну давайте, показывайте. Кстати, вы обратили внимание, что для паладинов уже третий будет скин, а для некоторых классов до сих пор один. Как-то несправедливо, что ли. А, ну это мы видели, да, за 4-мам-3-2, робопластил. Угу. Паладинский, получается, мечей? Угу. Когда существо теряет боссы. Если честно, говнище, ребята, просто говнище. Если эта штука качается только пока стоит на столе, это говнище. Если в руке качается, то еще можно играть. Постой, стой, 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 я что-то не понял. Постой, он просто поставил меч, и существа просто потеряли сами по себе. Там же, смотри, там написано, еще раз, на клинке написано. Когда ваше существо теряет божественный щит, получает плюс один к атаке, да? А, бабловором своровал. Да, тогда все понятно. Мог точно так же просто в атаку сходить. Если эта штука качается только пока стоит на столе, то это шляпа, ребята. Вот это, кстати, очень интересно. Батлкрай получает таунт, если у нас в колоде есть существо с таунтом. Аналогично для бабла, похищения жизни и неистоства ветра. Смотрите, во-первых, почему-то она называется похитительница трупов, но обилки похищает у тех, кто еще не умер. Было бы логично, если бы она похищала обилки существ, которые были бы на кладбище. Тогда название похитительница трупов имело бы смысл. А так она что-то ворует из ее живых существ. Ну смотри, таунт, допустим, не огонь, а билка. Бабл – это хорошо, да? Нистоство ветра. Ну, мы что, и нистоство ветра будем играть каким-то? Похищение жизни. Ну, допустим, будет бабл, похищение жизни. Скорее всего, в среднем так. Но она получит за Тиреона таунт и бабл и щит, если, конечно, мы раньше не потратим. Ну, Винфьюри какое? С кем Винфьюри надо играть? Непонятно. Она нейтральная, да? Теоретически можно играть с локером. В Винфьюри, бабл, таунт. Рывка только нет. Вот это, опять же, если он качается только пока на столе, то это вообще говнище страшное. Он должен качаться в руке и в деке, чтобы им быть нормальным. Но он, походу, только на столе. Это полное говно, ребята, если он качается только пока на столе стоит. Нам показывают какие-то ситуации, когда мы поставили кучу токенов, у всех баблы, с ними ничего не сделали. Ну, если у нас есть куча существ с баблами, нам не нужно еще какая-то шикарство выиграть. То есть мы и так уже выиграли. Если он качается только на столе, то это тоже синематика злого. Довольно крутая. Вы думали, мы забыли? Вы думали, мы простили? Узрите месть отрекшихся! Смерть плети и смерть всему живому! Как-то так-то. Это все для сегодня. Вы думаете, что ты сможешь победить Лич-Кинга? Думаю, я смогу, да. Думаю, в десять раз победим. Такая рожа квадратная. Давайте еще раз посмотрим на Бавара. На нового Лича. На количество полигонов, ребята. На невероятную прорисовку этого лица. Похоже, знаете, помните, раньше был телеканал... Компания Вид, кажется, да? С такой страшной рожей. Вот это, ребята, прорисовочка. Вот это я понимаю. Графоний. Показывай такое в 2016 году. Мне кажется, в Индии игрок графоний помощнее. Как оружие. Ой. Ну что, пока какой-то интерес, по-моему, представляет... Телочка за 4 маны 3.3. У нее, по-моему, есть шансы. Остальное, мне кажется, шляпой. Так, ладно, давайте на какой-нибудь монокосте, да, наверное. Ребят, дайте, пожалуйста, ссылочку на какой-нибудь монокост, где мы сможем посмотреть на новой карты. Пока Олег нам дал свою ссылочку. Любопытно, конечно, но этот обзор будет не сегодня. Так, ага, спасибо, Неберез. Сегодня Берез нас выручил. Давайте смотреть. Мы будем смотреть те карты, которые мы не обсуждали позавчера. То есть не вообще вся карта, а то, что не успели обозрить. 27 карт. Об этом мы говорили. О, на мага, кстати, очень много новых карт показал. Очень любопытно, где-то. Да, на мага очень интересно. Так, смотрите. За 4 маны существо 2.6 маговское. Battlecry вы кладете в руку зеркальной копии. За 4 маны 2.6 это, конечно, не предел мечтаний. Хотели бы что-то в районе... Ну, 3.6 в идеале бы иметь. Но 3.6 за 4 это имба, да? Что-то 3.5, конечно, лучше, чем 2.6. Но 2.6 тоже приемлемо. И мы получаем в руку копии. Это могло бы быть не... Вообще, как показывает практика Харстоуна, подавляющее большинство карт, которые дают нам какого-то валуева, карту в руку тащат, либо что-то на стол кладут. Они показывают себя очень хорошо. Даже, казалось бы, мелочь, да? Вот Мурлок за 2 маны 2.2, который секрет тащит. Он тащит такую херню, но карта огонь. Мужик 2.2 Роговский, который тащит спелл. Очень крутой. У Варлока 2.2, который тащил 1 дроп и казалось бы херня. Очень крутая карта. Все, что тащит, вот такие карты дополнительные. Дополнительному валуеву дают. Несмотря на то, что они дают всякую шляпу мелкую, как правило, показывают себя очень хорошо. Но не все, да. Не будем говорить, что все карты показывают себя хорошо. Некоторые лажают. Может быть, она тоже окажется. Эта карта может быть под старого поджигателя Мага. Ну, она в темпы Мага медленная. Даже если в вольном режиме играть под поджигателя из Черной Горы. Все как-то медленновато. Но она дает нам спелл, например, под Антона или под Гаджистанца. И даже если не под под Антона. Любая лишняя карта – это хорошо. Можно и под телочки бесплатные стенки. Ну, в общем, куда деть стенки – это вопросов не возникает. Да, мы получаем бесплатные стенки. Вопрос в том, как должна выглядеть дека, где у нас поместится существо 2.6 за 4 маны, которые дают нам бесплатные копии. Так-то под квест. Да, под квест – тоже вариант. Пожалуйста. О, кстати, под квест – хорошее предложение. Действительно, она и позволяет выжить нам побольше. Да, под квест – очень хорошее предложение. Почему бы и нет? Да, действительно, хорошая идея. Пожалуй, у нее есть шансы. Я не буду утверждать, что это имба. Не буду бить себя пяткой в грудь и говорить «Вооо, ребята, ща квест Маг заиграет!» Но карты вполне может заиграть. Вполне перспективные. Так, за 3 маны 3-4 «Хладный дух». Баттл Край. Если один из противников заморожен, вы берете карту. У мага есть два разумных способа на данный момент заморозить что-то противнику. Это Элементаль 3-6 – нормальная карта, ей не стыдно играть. И Фрозволд – им тоже играть не стыдно. Есть другие способы заморозить карты. Но они такие, знаете, кривожопные. Тут за 6 маны Элементаль 5-5 есть для арены. Неплохая карта. Элементаль 2-1. Соответственно, на данный момент мы знаем два разумных способа заморозить оппонента. Может быть, в будущем появятся новые карты, которые позволяют Близзард. Близзард тоже, кстати, неплохо, да. Фростнова. Ну, Фростнова – это очень специфические колоды, где Маланди играют. Но Близзард тоже, на самом деле, специфическая карта. Мы сейчас говорим про Ладдер, друзья. И там, где играет Близзард, там, как правило, вот такие хладные духи, они скорее всего не поместятся, ребята. То же самое касается Кольца Льда. С Близзардом и с Кольцом Льда мужик 07 играется, но не такая. Нет, как раз не для арены. Я думаю, что это не для арены. Мы про арену тоже поговорим. Теоретически, мы в будущем можем увидеть еще новые качественные карты, с которыми не стыдно играть, которые не стыдно положить в конструкцию колоду. Пока у нас два разумных способа. Когда вы играете Фростновый Близзард, я в это не верю, потому что это карты немного разной направленности. Эта карта может быть темпа карты, она может быть в контрольного мага, может быть в вольном режиме будет Рено маг, но он не ложится в любом случае во фриз мага, он и не ляжет в мага сблизи, он и в квест мага скорее всего не ляжет. Вот. Соответственно, на данный момент у нас есть две карты. Фростболт и Элем. Достаточно ли этого, чтобы играть хладного духа? Может быть в данный момент и недостаточно. Элем за 1 ману комба, да и Элем сам по себе говно. Вот. Но, тем не менее, за 3 маны 3-4 берет карту, это огненный огонь, ребята. Это просто реально огонь. Огненный огонь. За 3 маны 3-4 берет карту, это очень круто. Если появится хоть какой-то нормальный шанс, что мы можем нормально морозить, просто не протратив карту, мы будем этим играть. А на арене, друзья, эта карта также очень хороша, потому что если мы заморозим что-то и подробим карту, это очень круто. Тем более, что на арене есть более нестандартные способы заморозить, которыми играть не стыдно. Да, можно на арене играть Лемом 2-1, который морозит, это не так стремно, потому что это арена, там все можно играть. Но даже если мы ничего не морозим, не берем карту, это за 3 маны 3-4, а это очень хороший за 3-го дропа. Очень крутой команд, ребята. Очередной команд для мага на арене. Да, панда, я это вынес, поторопились. И, соответственно, легендарный дракон Синдрагоса, это маунт короля Лича. За 8 маны дракон 8-8, Battlecry призывает двух замороженных чемпионов. И этих замороженных чемпионов мы можем увидеть. Слушай, может внизу там есть замороженные чемпионы. Ну-ка. А, вот. А-а-а, о-о-о. Существо 0-1. Дестратов, покойте в руку случайно легендарное существо. Так, еще раз. Еще раз. За 8 маны, 8-8. Не предел мечтаний, но нормально на самом деле. И мы получаем двух существ 0-1. Когда они умирают, мы получаем в руку рандомную легендарку. Небольшая проблемка в том, что у этих существ 0-1 нет таунта. Но если бы у них еще был таунт, это была бы вообще имба на самом деле. А-а-а. Нам нужно как-то их продать, этих существ 0-1. Потому что оппонент-то не тупой, он же не пойдет сразу их убивать, чтобы подарить легендарку. И они будут стоять на столе. Ну, во-первых, это дает нам какую-то защиту от АОЕ, от рандомных пингов. Ну, что-то вроде жонглера, да. На крайний случай мы можем сами пингануть, если нам срочно понадобится легендарка. Хотя это, конечно, кривовато. Это совершенно бэкстаб свое яйцо кидать. Вот. Но все равно это огромное количество валуева. Это очень-очень-очень много валуева. Пожалуй, это не карта для агрессивного мага. Но валуева здесь огромное количество. И да, иногда мы можем ловить каких-нибудь нетов пеглов или какую-нибудь шляпу. Но, тем не менее, это три существа в одной карте. Плюс там же Десратл, и там можно Энзота пихнуть. Вот помните, время от времени такой всплывает, появляется, исчезает, появляется, исчезает. Такой контрольный маг. Такой медленный. Даже Энзот маг играл. А в вольном режиме там Энзот Рено маг играл. Представьте себе вот Энзот Рено мага в вольном режиме. Да, когда туда помещается всякое говно. И вот эта карта, она великолепно ляжет под Энзота. То есть карта весьма перспективна. Опять же, я не утверждаю, что будет лежать в каждом маге. Но то, что она несет в себя огромное количество Валуева, бесспорно. И то, что иногда будут неудачные легендарки попадаться, не значит, что это плохая карта. Да, иногда карты неудачные. Но точно так же Пират 1-1 Роговский дает иногда неудачные карты. Но им все играют, потому что это очень круто. Пять существ в одной карте. Ну, я бы не сказал, что пять. Это Энзот Рено 5. Но, в общем, мне Синдрагоса очень нравится. И она... Опять же, что хорошо, все эти карты медленные. Все, что не бьет в лицо на второй ход, все хорошо. Главное, что пишут, жидов нахер спилили, тогда все это можно заиграть. Потому что пока есть жиды, все вот эти медленные карты, они выглядят, конечно, как детский лепет. Так, новая карта для друидов Хадронокс. Тоже очень любопытная карта. Десратл призывает на боли боя всех ваших существ со способностью провокации погибших в течение этого матча. Казалось бы, это Кензот для таунтов и очень-очень круто, да? Ну, Кензот крутая карта, и Кензот имба, спору нет. Но все же это не Энзот по нескольким причинам. Причина номер один. Энзот резает Десратл и, как правило, на карте написано Десратл, с ним ничего не происходит. Даже если он получит Сайленс, Десратл является Десратлом. С провокациями, конкретно у друидов, немного не так просто, потому что у него много провокаций, являются неродными провокациями. Например, Друид 4.6, он не является провокатором. И даже если он умрет в виде Друида 4.6, там не написано провокация. Вот если мы ставим существо без Десратла, вешаем скакуна, и оно получает Десратл, Энзот его не считает, потому что изначально там нет Десратла. И точно так же на половине друидовских таунтов, в которые мы любим играть, нет таунта. У Дерева 5.10 нет таунта, ребята. Он не провокация. Нет, на карте не написано, что он таунт. Он трансформируется. Да не написано, ребята, должно быть на тексте карты, когда он у тебя лежит в руке. Если он Друидов будет возвращать, значит он будет работать не так, как Энзот, значит он будет работать отдельно. Чуваки, если он будет резать Друидов 4.6, то значит его специально подкорректируют. Но далее, он не Энзот еще по другим причинам. Он не резает существ Батлкрая. На тексте 4.6 написано провокация. Ну давай посмотрим. Давай посмотрим, давай, давай. У меня тут чат, я смотрю, много людей пишут, но люди написано провокация. Где ты здесь, блять, видишь провокацию? Где ты видишь провокацию? За 5 маны 4.4. Вот что здесь написано. Здесь нет таунта. Если мы поставим вот этого ёбаного Друида Когтя и повесим на него, скажем, скакуна, то на существе, которое стоит на столе, написано Десратл, когда оно стоит на столе. Но Энзот его не резает, потому что когда он лежит в руке, на нем не написано Десратл. Точно так же на этом Друиде не написано провокация, вы понимаете? И что если оно будет резаться, то это только потому, что Близзард отдельно по-другому запрограммировали этого Хадронокса. Ну ладно, хрен с ним. В любом случае, он делает это не Батлкраем, как Энзот, он делает это Десратлом. А это совершенно другое дело, потому что Энзотом и когда нам нужно, а когда нам выгодно... Так, дайте бан там всем, этого ебаного. Какие-то бараны... Ааа, я знаю откуда бараны-то пришли, дайте им всем бан, ребята. Так вот, он Ресает Десратлом, это совершенно другое дело. Его обилка может вообще-то и не сработать. То есть, его могут посанить, его могут овцануть, его могут инволюции. Короче, много чем его можно выключить. Соответственно, мы имеем огромное жирное существо, ну не жирное, а за много маны, которая ничего не сделает. В-третьих, он не таунт, он 3-7 за 9 маны, нам нужно его убить, чтобы он... Чтобы его обилка сработала. А отдать существо 3-7 не так-то просто. Вот мы ставим существо 3-7, оппонент... У него нет овцы оппонента, но он не хочет, чтобы... Он не хочет, чтобы мы резали своих таунтов. И, соответственно, оппонент просто будет ходить нам в лицо. И мы ничего не можем сделать. Мы будем ходить куда-то, пытаться убиться, но это займет, ну как не один ход, в лучшем случае. В лучшем случае, ребята. Так что, Хадронекс по многим причинам не инзот. И все вот эти недостатки, они скорее всего перетянут его туда, что... Короче, нихрена это играть не будет. Хадронекса можно убить саму, вот это крутая карта. Вот это круто. Вот это имба. Точно, будем играть Хадронекс и Натуралайзом. Очень круто. Так, качество судьбы. Вот это выглядит, кстати, очень любопытно. За 5 маны чувак 5-3 у него нет, типа, существ, просто паук. Ну, у всех пауков нет, пауков нет, типа, существ. Может быть, в будущем появится, потому что пауков довольно много вот этих нерубов. Вот. Тайно выберите предсмертный хрип. То есть оппонент не будет знать, какой предсмертный хрип мы выбрали. Привет, слон. Санта Кен 4-6 имеет таунт. Он ресница. Предлагаю пари на 10к рублей. Слон, еще раз. Если рассматривать механику того, как работает Энзот, с которым мы сравниваем, то неважно вообще, что написано на карте, которая умирает. Мы можем существу дать Deathrattle, и на существе, который стоит на столе, будет написано Deathrattle. Но если в тексте самой карты, пока она лежит в руке, нет Deathrattle, Энзот его не ресает. И если этот чувак работает так же, то он его не реснет, несмотря на то, что существо умрет с таунтом. Насрать на это. Единственная причина, по которой может Хадронок срезать вот такие таунты, это то, что Blizzard отдельно запрограммирует. Мы знаем множество примеров того, что обычно карты работают вот так, а вот эта карта работает вот так. Поэтому я не могу сказать, что Blizzard не сделает так же и в этот раз. Но, тем не менее, если он должен работать так же, как Энзот, то он не будет их резать. Мы знаем множество примеров того, как карта работает не как обычно. Например, тот же Йоксарон, который может разъебенить Battlecry сам себя. Хотя обычно сначала Battlecry, а потом Существо входит в игру. Так вот, качу судьбы. Мы тайно выбираем Deathrattle. Оппонент видит, что у нас есть Deathrattle, он не знает, что мы выбрали. На самом деле, это эффект довольно маленький. Потому что, ну, Козе понятно по ситуации игровой, что мы выбрали. Либо мы прокачиваем всех существ на плюс два, плюс два. Причем, обратите внимание на слово все. Это не тоже на наших мы качаем. Мы качаем всех существ, включая вражеских. Соответственно, давать качу судьбы обилку на прокачать всех существ, это довольно тупо. Скорее всего, почти всегда в подавляющем большинстве он будет Deathrattle на 3 единицы урона. И это не секрет будет для оппонента. Потому что, когда оппонент выставит стол, а в ответ придет кача судьбы, вряд ли кто-то подумает, что, наверное, там плюс два всем существам. Нет, это явно будет АОЕ. Эта карта, она обладает, конечно, недостатками. Потому что за 5 маны 5-3, с ней может что-то случиться, она может не АОЕ. Но вообще она уникальна тем, что это, наконец-то, нормальный АОЕ для друида. У друида большая проблема с зачистками стола. У него, конечно, есть за 5 маны 7 по 2, но это 7 по 2 за 5 маны. И есть драконь 4-8, тоже очень специфическая. Тут АОЕ 7 по 3, и такие Hellfire на ножках. Но он не с Battlecry'ем, а с Deathrattle'ом. С Vendral'ом. Ну, с Vendral'ом, наверное, оба не знаю, как с Vendral'ом заработать. Кстати, хороший вопрос. Работяга плите хороший вопрос задает. И тогда будет интересно, в каком порядке он будет сдавать свои Deathrattle'ы, если с Vendral'ом выберется оба. Вот. То есть, по сути, это почти всегда за 5 маны чувак 5-3, который наносит по 3 дамага всем существам. И своим, и чужим. Спасибо, гостик. Сейчас погоди. Если ты вернешь существо с наложенным хрипом в руку, хрип пропадет. Если ты вернешь 4-6 таунт в руку, он не станет картой. Выберите рывок или таунт. У тебя в руке будет таунт 4-6. Ну, вот если ты его еще раз разогряешь из руки, то он резницы. Так вот. Она интересна тем, что она дает... Да, чуваки, хватит, хватит отвлекать. Дайте по карте. Спасибо, гандарчик. Спасибо большое. Так, ребят, все. Все, давайте пока. Спасибо большое, гандар. В общем, это ауе для друида. И тот факт, что это ауе для друида, дает ему шанс. Несмотря на то, что он за 5 маны 5-3 и может не проуешьить вообще. Вот. Я пока отключу оповещалки, ребята, чтобы мы могли с вами нормально поговорить. Сейчас, секунду. Да, блин, тихо. Так вот. Эта карта, она похожа на пуджика за 5 маны чувака 4-4, который при смерти наносит 7 по 2. Он очень похож. И пуджик не играет. Почему пуджик не играет? Во-первых, потому что с ним может что-то случиться. Он может огрести Саленс. Он может лягушнуться. Он может овцануться. Много чего с ним может случиться. То есть ауе отменится. Во-вторых, когда мы ставим ауе в 7 по 2, оппонент видит, что нам сыграли ауе в 7 по 2. И у него есть возможность подготовиться. Да хватит, чуваки! Вот. Кроме того, оппонент может разменяться перед тем, как убить существо 4-4, которое уезжает. И точно так же ткача судьбы. Оппонент может отреагировать на ткача судьбы, потому что мы не ауе шим сразу. Мы ауе шим, что-то не отключились, да. Мы ауе шим потом. И это, безусловно, большой минус, потому что мы не можем ауе шим сразу. И оппонент имеет возможность подготовиться. Но, тем не менее, так как у друида огромное количество, огромные проблемы с ауе, так как у друида нет способа зачистить стол, есть всего несколько классов, которые не могут вайпнуть жирный стол. Это друид и торога. По-моему, все остальные классы могут вайпнуть жирный стол. Может быть, это подарит небольшой шанс друидам. Так, третью карту нам пока не показали. Эту карту мы уже смотрели. Вот Балвар опаленный. Насколько я понимаю, он качается только пока стоит на столе. А если это так, то эта карта плохая, потому что... Ну, что это за ситуация, когда мы поставили кучу баблов? Он сам же не очень дешевый, да? Он довольно дорогой. И в один ход нам крутануть комбу сложно. Что это за ход, когда мы и ставим Балвар, и какие-то баблы, и эти баблы куда-то уходят? Я не понимаю, что это за ход такой. Соответственно, мы должны в один ход поставить кучу баблов. Оппонент должен прожевать соп и говорит, а, ну куча баблов, ладно. А мы такие ставим Балвара. И он как давай качаться, как давай качаться. Атаку качает. И наградой за вот эту сложную комбу, которую мы крутанули, на то, что мы поставили баблы, на то, что их сразу не отмудохали, на то, что мы пошли эти баблы отдали, награды просто жирное существо. Это похоже на Гальвадона, когда нужно выполнить очень сложные условия и получить какое-то просто жирное существо в награду. То есть Балвара, друзья, шансов ноль, если он качается только стоя на столе. Если он лежит в руке или в деке качается, у него шансы есть. Но пока он стоит на столе и качается, это всё фигня, ребята. Потому что квест очень сложный, а награда очень маленькая. Она похожа на квест паладина вообще. Да, и в неё прилетит кач. Кого сейчас заиспугает жирным существом без обилок? Ну, представьте, мы играем в ландер, да? И тут мы ставим жирное существо. Ох, ни хера себе жирное существо. Если бы так работало, все бы грулами играли и выигрывали. Или там за 8 маны дерево 8-8. Это так не работает. Скорбь света. Новое оружие паладина. Когда ваш существо теряет божественный щит, получает последний атак. То же самое, если оно качается только лёжа на столе, это кусок говна. Конечно, если он качается в других местах, то мы можем какую-то бабло деку придумать и, соответственно, реализовать. Но, смотрите, в текущий момент у паладина довольно мало способов дать баблы. Ну, у него есть вот этот мужик 3-3, да, теоретически бабл дать. Где он ещё может нормальный бабл дать? Ну, я не знаю. У паладина сейчас реально немного баблов. И, может быть, нам в будущем подарят новые крутые баблы. Но как же нам в будущем подарить новые крутые баблы, если каждый класс получает 3 карты? И вот они, эти 3 карты. Вот мы их все видим. То есть паладин баблов не получит. Может, какие-то будут нейтральные баблы, но паладин ещё не получает. Что такое? Что ты хочешь? Нет. Ладно. То есть я хер знаю, чем это качать. Ещё одно какое-то говнище, ребята. Четыре прочности – это, конечно, классно. Четыре раза сильно куда-то ударить – это мощно. Но накачать его мы запаримся. У паладина есть нормальное оружие, чтобы играть такой шляпой. Короче, паладину какое-то говнище надавали неприятное. Кровавое лезвие. Ну, об этом говорили. По-моему, очень крутое лезвие. Одна из лучших карт, что мы пока видели. Так же. Огненная броня – высокогорье. За три мана существо 4-3, без типа существа. Десратл, если это ход оппонента, вы получаете плюс 6 броня. Вот это, кстати, любопытно. За три мана 4-3 – это нормально. 3-4 может быть получше, но 4-3 – это тоже нормально. Вы получаете плюс 6 броня, если оппонент убивает это в наш ход. То есть если мы пойдём отдадимся, это просто 4-3. Если оппонент убивает плюс 6 броня. И это довольно круто, потому что у оппонента будет непростой выбор. Либо он дарит нам 6 брони, убивает существо. Либо он позволяет нам контролировать стол. Монотайт у него стоит. Надо защитить Монотайт или там Флейм Тонг, да? Его надо защитить. А тут ты выбираешь. Либо ты позволяешь нам сходить в атаку, куда мы сами захотим. Либо мы дарим 6 брони. И это очень неприятный выбор. Я, опять же, не утверждаю стопроцентно, что эта карта обязательно ляжет в контрольную вару. А понятно, что он только выборная вару. Понятно, что это не агрессивная карта. Но, тем не менее, карта весьма любопытная. У него вполне есть шансы в медном контрольном воине поиграть. Кто на меня? За 2 маны вы получаете 10 единиц и брони. Существо в руке противника стоит на 2 маны меньше. На первый взгляд, какое-то говнище. Особенно, если присмотреться на этот ужасный пиксельный рисунок. Что с этими шакалами не так? Но мы можем найти применение. Конечно, сыграв на второй ход, оппонент умрет от смеха, потому что... Что за бред? Что за бред? Мы сразу им удешевим всю руку на 2 маны. Конечно, нет. Это карта для поздней игры. Когда уже разыгрались, когда уже рука раскидана, у оппонента мало карт в руке, мы можем получить 10 брони и удешевить его существенно на 2 маны. Но даже в поздней игре далеко не всегда это будет полезный эффект. Но, конечно, мы хотим 10 брони за 2 маны. Конечно, мы хотим 10 брони за 2 маны. Но, во-первых, у воина есть и другие способы набрать армора. Представьте, мы играем не против зоолока, который стремительно... Или не против агродруида, который резко выводил всю руку и сидит без карта. Представьте, что мы играем на любой другой матчап. Например, контрольный паладин. И раз, кто на меня, у меня 10 армора, а мой Тирион теперь стоит 6 маны. Или там, а моя Алекстраза теперь стоит не 9, а 7. Или там, Мидив теперь за 6 маны. Конечно, любая дека, которая имеет существо в руке, будет рада такому эффекту на любой стадии игры, в том числе late game. И условия, когда эта карта будет работать, ну, действительно круто, они довольно редко будут срабатывать. То есть, нам нужна агрессивная против нас колода, которая вывалит всю руку, а мы раз, за бесплатно за 2 маны получим 10 брони без штрафа. Такое будет далеко не всегда. А представьте, гаджистанец в руке там лежит, да? Да это просто умрет от смеха. Поэтому, друзья, штраф очень большой. И тот факт, что иногда, иногда эта карта могла бы нам пригождаться, не отменяет того, что в большинстве случаев штраф будет перевешивать. Так что, что-то сомнительно. Проклинательница. За 5 маны 2.7 таун замораживает любого персонажа, который уносит урон. Ну, выглядит любопытно, она чем-то напоминает существо воина за 5 маны 2.7, который армор сосал, а эта штука замораживает. Карта против агродек. Это такая чушь, ребята. Вот эта карта против агродек. Всегда, когда показывают какую-то карту агродек, все сразу являются, ооо, это карта против агродек. Все, агродеки перестанут играть. Уже нам показали штук 20 карт против тех же пират-воинов. Пират-воины как были тирадиндекой, так и остались. То же самое агродруиды. Что такое карта против агродек? Если ты напихаешь в свою колоду карт против агродек, ты, наверное, будешь хорошо играть с агродеками. Но ты будешь сосать всем остальным. Ты будешь проиграть контролем, ты будешь проиграть какую-нибудь джейду-друиду. И ты говоришь, ну у меня же карта против агродек. Не работают специфические карты, которые работают только против какой-то одной колоды. Это крайне редко. Иногда, если слишком много магов, мы кладем пожирателя секретов. Если слишком много пиратов, мы кладем крабов. В большинстве случаев мы все могли бы играть таунтами 3-5 за 3 маны. Мы все могли бы класть какой-то дополнительный хил. И тогда пират-воины бы проигрывали, потому что у нас есть таунты и хилл. Но мы этого не делаем, потому что эти карты работают только против пират-воинов. А против всех остальных они нихера не делают. Точно так же вот эти специфические карты они нихера не делают. Карта, которая работает только иногда, она почти всегда плоха. Так вот, за 5 маны 2-7 фризит того, кому наносит урон. Ну, она может в пятачок ходить, держать замороженным пятачок. Она комбится с топором, с ледяным разрушителем. Правда, ржизи сам по себе говно, его никакая компания спасет. Ржизи шляпа в любом случае. Спасибо большое, Теодорос. Спасибо за подписку. Топор такое говно, что замораживай, не замораживай, и вообще ничего не спасет. Забейте на топор. Вот, проклинаться? Ну, я не знаю. Ну, как-то какие-то шансы у него есть, но... Смотрите. Допустим, это какая-то, опять же, подспорье какое-то для защитных колод, которым нужно продержаться. Соответственно, мы имеем за 5 маны Таун 2-7. Но у шамана и так огромное количество карт, которые позволяют ему продержаться. У шамана есть хил. У шамана отличный набор АОЕ. У шамана отличный набор точечного ремоула директа. У шамана есть овцы. У шамана отличный таун. То есть, шаман, пожалуй, самый защищенный класс из всех. Ну, может, там, какой-нибудь воин с ним может посоперничать. Потому что, если шаман захочет окопаться, обороняться, то его хер пробьешь. У него таун, у него хил, у него АОЕ. Хер, ты пробьешь шамана, если он захочет защититься. Элем шаман, это лучший ответ вообще на агродеке. И нам дает еще одну защитную карту. Ну, не совсем понятно, что это за дек, где она должна поместиться. Ну, теоретически, она что-то может зам... Я не знаю. По-моему, нет. Скорее, нет. Больше для арены, похоже. Так, вот это мы видели. Вампирский яд. Ваше оружие получает способность похищения от жизни. Ну, во-первых, сразу очевидно, что эта карта может сочетаться с другими ядами. То есть, мы можем взять пушку в руки, можем найти с ней обычный яд и повесить дополнительный яд. Наконец-то хил на рогу подвезли. То, чего, кстати, давно ждали. И каждый раз, когда игроки ныли... Вы знаете, Blizzard? Нам очень нравится рога, но, сука, он не может жить. Ему все бьют морду и поэтому рога сосет. И Blizzard каждый раз делали такое серьезное лицо. Серьезные щи говорили, ну, знаете, классы должны быть уникальные, поэтому хил есть не у всех. Вот пол-одина 25 карт хила, а у роги есть хуй. Пусть он его и сосет. Но, видимо, они прогнулись. И хотя приводили каждый раз аргумент, что, ну, в World of Warcraft, например, у роги есть хил. У рогов есть хил, он может намазать яд на хил и отхиливать. Ну, или другой хил. Нет, вот у роги нет хила. Ну, видимо, они поняли, что несли редкостную херню и все-таки ввели хоть какой-то хил на руку. Хоть какой-то. Ну, нет. Плюс один, конечно, просто так хилиться с национарной обилки нет. Очевидно, что это оружие должно бить намного. Ну, хотя бы на сколько-то, чтобы хилиться, да? Тот же яд плюс 2 к атаке и вампирский хил. Кстати, знаете, что вспомнил? Что вспомнил? Что вспомнил? Сейчас посмотрим текст Blade Flurry. А, Flurry там спелл наносит. Спелл наносит. То есть, если бы оружие наносило урон от Blade Flurry, то мы бы похилились за все это ОЕ. Но там наносит спелл, поэтому мы не похилимся. Если Blade Flurry по жертвам оружиям. Не, ну, конечно, это не так много. Но это уже кое-что. Это хоть какой-то хил. Хотя, опять же, такая очень специфическая карта. И зеро убери, и зеро. Сложно сказать. С одной стороны, хил на руку, который очень нужен, который очень востребован. Действительно, хил на руку нужен пиздец как. С другой стороны, хил довольно кривой. Потому что нам нужно какое-то оружие к нему в комплекте. И дополнительно это оружие усилить, чтобы хилиться. И чтобы это оружие еще не сломали. Короче, много, но много всяких условий. С одной стороны, у Роги очень нужен хил. С другой стороны, хил дали кривой. Поэтому сложно что-то сказать, друзья. Только практика покажет. Ну, играть может. Но вот такая карта очень, очень такая специфическая. Вот это крутая карта. Мы про нее говорили в прошлый раз. Так, это мы видели. Профессия Мерсоцит. Новая легенда Аркханта. За 4 маны 5-4. После как вы разыграли секрет, укладывали на поле боя случайный секрет охотника. Знаете, чем он похож на старого секретчика? Патрицит. Потому что... Сейчас покажу. Вот это старый секретчик из вольного режима. Нейтральный. Там тоже был Патрицит нарисован. Стой, никто нажал. И, соответственно, очень похожая билка. Это тоже Профессия Патрицит. Вот видите. Такая же у нас здесь теперь. Соответственно, похожий рисунок, похожая билка. Ну, во-первых, он не зверь. Хотя странно бы, если бы он был зверем. После того, как вы разыграли секрет из-за руки, мы кладем в игру случайный секрет охотника. То есть, для того, чтобы нормально играли, у нас есть три способа сыграть его. Способ номер один. Мы ставим на 4-й ход Профессора Мерсоцида и надеемся, что его сразу не ебну, чтобы на следующий ход сыграть ну хотя бы один секрет и что-то получить. Шансы на это невелики. Способ номер два. Мы ставим Мерсоцида в поздней игре и из руки ставим сразу секреты. Соответственно, получаем еще какие-то рандомные секреты. Ну, как-то хер знает. И способ номер три. За три маны существо 3-4, которые делают секреты бесплатными. То есть, нам нужно накопить 7 маны, поставить существо 3-4, поставить Путрицида и секреты сыграть из руки бесплатно. Но, смотрите, нам нужно к седьмому ходу оставить в руке 3-4, оставить Путрицида, оставить секреты. Ну, хотя бы парочку, чтобы это все имело смысл. И... А что мы до этого время-то делать будем вообще? Как что-то за хантер, который жует сопли, жует сопли, и мобилка отстреляется, а потом раз, как секретов навалил. То есть, опять же, условия для реализации КМБ очень серьезные условия. Как-то нужно очень изъебнуться, очень постараться, чтобы выполнить. А награда не такая большая. Будем получать, ну, несколько рандомных секретов. Ну, хорошо, если два, потому что больше пяти и секретов иметь нельзя. Мы не сможем получить на халяву много секретов. Есть ограничения, пять секретов, больше мы сыграть не можем. Играем один сразу два, играем еще сразу четыре, все, дальше кап. Непонятно, ребята, непонятно. Акула-медведь. За три маны зверь 4-3, не может быть целью сгренания или силы героя. Почему-то эта карта очень сильно многих возбудила, все считают его прям очень крутой. Ну, а аргументируйте тем, что ее сложно вычистить и, соответственно, сразу Хант затащит. Я с этим не согласен, потому что обилка того, что ее нельзя вычистить ремуалом, пригождается довольно редко. Хватит деньги слать. Да, это сложный выбор, надо посмотреть. Я чекнул, повторов нет. Есть один портал. Один портал. Один портал. Вижу арт. Вижу арт. Видишь арт? Вижу арт. Да, это... Я не думаю, что это карты будут такие, это просто монокольские кривые картинки взял. Так вот, соответственно, тот факт, что ее нельзя вычистить с пылом, он дает весьма маленькое преимущество. Да, это будет актуально, например, против мага, потому что маг обычно фрост болтами чистит, да, таких существ. Против приста, это не аргумент, приста так не может четверки бить ничем, он либо уешнет, либо он и так не может убить, что так, что так. Против воин это не аргумент, потому что воин просто топор возьмет 3-2 и ебанет эту акулу. Очень, очень мало колод, против которой эта обилка будет актуальна. И почему-то многих людей, возбуждая тот факт, приводит аргумент, что, а вот собачникам его можно поторгить, фрост болтом его бахнуть нельзя, а собачника можно. Да насрать на то, что можно собачника бахнуть, это за 3 маны 4-3 почти что без обилок, почти ничего не делает. Существа должны что-то в ладере делать, чтобы занимать слоты в деке, потому что конкуренция очень высокая, карты очень сильные, конкуренция высокая. И тот факт, что его нельзя убить фрост болтом, значит очень мало. Ну, давайте вспомним, какой сейчас метагейм, да, какой-нибудь агродека, агродруид, пират воин, они по смесу с этой обилкой, для них-то за 3 маны 4-3 нихера не делает. Ну, друид не может убить гневом, полезно, да, друид не может убить гневом, маг не может убить фрост болтом, прист и так не мог убить это говно. Для всем остальным эту обилку вообще насрать, ребята, вообще насрать на эту обилку. То есть, это не ладерная карта, она может неплохо быть на арене, но в ладере она, нет, даже не близко, даже не близко, поверьте, готов спорить. Так, это мы видели, это мы видели, это мы видели, видели, вот это любопытная карта. На латеба похоже, тоже не руб, за 6 маны 5-5, рожи, конечно, за 6 маны 5-5 заклинания стоят на 2 маны больше, это касается обоих игроков, то есть как и оппонентов, так и наших, все заклинания стоят на 2 маны больше. То есть, если у нас есть, эпик забыл, какой эпик забыл? А, мы об этом вроде говорили, не, не говорили, кстати, да, не говорили, это новая карта. За 7 маны 6-7, он не зверь, хантовская карта, да сразу призываю случайно дрожься в мире, погибшей в этой игре. Опять же, как часто бывает, когда ты пытаешься представить, как эта карта будет работать в жизни, как она будет работать на практике, сразу представляешь. Ты, короче, 6-й ход ставишь, такой льва, такой льва убили, такой поганищий, а потом бац, льва резнул, охереть. Ну, хорошо, если льва, но у ханта есть много говнозверей, которых резнуть мы не хотим. Например, котики, сейчас котики, очень популярная карта у ханта. Где они тут? Котики-наркотики, вот эти бродячие коты, от кота ты резнешь, или там собак спустишь, резнешь собаку, еще какую-нибудь хуйню резнешь. То есть, во многих случаях он будет резать откровенную шляпу, ну, он за 7 маны 6-7, и это еще надо подождать, пока он сдохнет, потому что не бутыл край до сратового, он еще и не зверь. Короче, ребята, эффект весьма сомнительный, а вот то, что он дорогой и не особо-то много чего делает, это точно. Поэтому что-то большой веры тоже нет. Может быть, если вдруг что-то такое энзот-хантерское заиграет, но надежды на это не очень много, то возможно, но не в тех хантах, что мы видим сейчас, и не в тех хантах, что я ожидаю. Так, вот, новый лаотеп. Ну, во-первых, лаотеп был за 5 маны 5-5. За 5 маны 5-5 это круто, это нормальные статы, это вполне приемлемо. Ну, 5-6, конечно, лучше, но 5-5 маны, за 5 маны 5-5 тоже хорошо. Это за 6 маны 5-5, это уже большой минус. Во-вторых, он удорожает наши заклинания тоже. То есть, если у нас в колоде есть заклинания, если планируем играть, ну, хоть каким-то количеством заклинаний, то он плох. Это дека, карта под какой-нибудь, знаете, Зоу Варлока, который сейчас навалил, 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 и чтобы защититься от какой-нибудь потасовки, от флэмстрайка, мы оставим нерусское разрушительное. Но все равно с трудом представляется, как Зоу играет, существует за 6 маны 5-5, там проще, да сразу там не играть. Насколько трудно оппоненту его будет забрать? Если честно, не очень трудно, потому что 2 маны это уж не такой ОМГ-штраф на существа, на спылы оппонента. Латептон, насколько, на 5 удорожал, да? Этот удорожает на 2. 2 маны это не очень много, если будет сильно мешать, его заберут. Под медива норм? Да ну, Антон, ты шутишь, что ли? Да нет, конечно. Теоретически это комба, конечно, да, под медива мы удорожаем спылы, чтобы наш посох родил более жирных существ. Но на практике, конечно, бред сивой кобыла. То есть, у него все не так. У него размеры под монокост стрёмные, он наш из пылы удорожает, он оппоненту их не так сильно удорожает. Забрать его не так сложно. Слишком много минусов, чтобы у него были шансы поиграть в ладдере. Похитительница трубов. Вот это выглядит любопытно. За 4 маны 3-3 нейтральная карта. Если у нас в деке, не изначально в колоде, а вот в оставшейся колоде есть таун, она получит таун. То же самое касается бабла, лайфстила и винфьюри. Обратите внимание, здесь не все обилки. Она не получает десратл, она не получает рывок, она не получает какой-нибудь яд. Ну, то есть, 4 обилки четко оговоренных, чтобы она не была слишком имбовой. Соответственно, если она получит просто таун, то это, конечно, будет шляпа. Мы должны, как минимум, получать бабл, чтобы она имела смысл. Ну, еще желательно лайфстил и винфьюри. Таун, конечно, довольно бесполезная обилка. Вот. Сразу сходу, где мы можем такое надыбать? Мы можем с Теренчика воровать таун, бабл, но непонятно, где паладину брать похищение жизни и винфьюри. Допустим, похищение жизни мы будем играть с существом 3-2 за 4 маны, но оно само по себе говно. То есть, непонятно, с каких существ воровать винфьюри. А без этого она хрень. Может быть, она у шамана, потому что у шамана есть алакир, там сразу бабл, там сразу таун и винфьюри. То есть, мы получаем довольно ценное существо. Может быть, а особенно если еще лайфстил будет, то хорошо. Кстати, обратите внимание, она с существ не ворует лайфстил. Со спилов не ворует лайфстил, только с существ. Ну, выглядит любопытно. Надо, конечно, примерить ее, с какой колодой она где что может воровать. Вот пока самое такое жирное, что приходит в голову, это алакир, потому что сразу бабл, сразу таун, сразу винфьюри. Осталось только туда лайфстил еще сдать и вообще будет хорошо. Других пока источников воровства я что придумать не могу. Допустим, бабл найти несложно. Где найти нормальное существо с похищением жизни и винфьюри, я не знаю. Это шаманская тема винфьюри. Соответственно, ну, наверное, шаманская нейтральная карта, скажем так. Больше пока придумать ничего не могу. Может быть, в будущем ситуация изменится, но в данный момент вот так. Да, если еще алакир раньше придет, то она вообще ничего не сворует. Это надо, чтобы еще в колоде остались эти карты. Ну, хер знает, короче. Синопал. А что Синопал? Ну, бабл таун. На Синопале не написано лайфстил. Он написан, когда наносит урон, он отхилит тебя столько же. Ну, там не написано лайфстил. Может, изменят самого Синопала, и там будет теперь так написано. Такое может быть. Но пока у него нет ключевой белки. Значит, Синопала мы не своруем лайфстил. Так, ну, собственно, все, да? Все мы посмотрели. Кажется, все. Ну, собственно, это те обновки, которые мы видели на текущий момент. Пока, если честно, изменят. Ну, если изменят, значит, будет, да. Но пока нет. Пока, если честно, довольно малое количество карт возбуждает. Мне очень нравится Синдрагоса. Мне очень нравится Хладный Дух. Паладин какой-то говнища. Мне нравится вот эта карта. Возможно, 4-3 заиграет. Возможно. Мне очень нравится Спелл Преста. Очень нравится. Крутой. Хантовские карты мне не очень нравятся. И, пожалуй, все. Больше мне ничего не нравится. Ничего не нравится. И вообще, что? Да. Нет. Мне вообще ничего не нравится, сэр. И вот мы все смотрим. Хорошо. Пока.